Полиция в Джорджии арестовала человека, пытавшегося проникнуть в офис местного губернатора. Все происходило в тот момент, когда он подписывал закон, устанавливающий новые правила удостоверения личности при выдаче открепительных удостоверений для голосования. Парк Энна освободили через несколько часов после задержания. Теперь она вместе со своими соратниками и демократами собирается идти в суд. Там будут оспаривать принято губернатором республиканцам решение. Активисты заявили, закон ограничит влияние чернокожих избирателей. Именно они сыграли чуть ли не ключевую роль на минувших выборах в Джорджии. Благодаря ним демократам удалось получить президентскую номинацию. Я видел, как она постучала в дверь губернатора и ее арестовали. Не так давно мы стали свидетелями нападения на Капитолий. Там были вооруженные люди. У нее оружия не было и мне очень интересно, какую реальную угрозу ее действия несли. Там же в Джорджии в одном из супермаркетов пригороде Атланты задержали молодого человека, у которого были при себе 6 единиц огнестрельного оружия, включая штурмовую винтовку и помповый дробовик. Инцидент произошел через два дня после массового убийства в Колорадо, а две недели назад там же в Джорджии, напомним, расстрелу подвергся сразу несколько салонов красоты. Последний арестованный – это 22-летний Рико Марли. Пока неизвестно, собирался ли подозреваемый совершать нападение в супермаркетах сети «Пабликс». «Пабликс», однако, ему уже предъявили обвинение в попытке нападения и незаконном хранении огнестрельного оружия. Марли заключили подстражу, а в Техасе подсчитали количество жертв аномальных февральских морозов. Напомним, они вызвали серьезные перебои с энергоснабжением. На текущий момент подтверждено 111 смертей. Эта цифра почти вдвое превышает изначальную оценку. По данным Департамента здравоохранения Техаса, большинство летальных исходов связано с переохлаждением из-за снежной бури. Без электричества остались более 4 миллионов потребителей электроэнергии в этом штате. Это одно из самых массовых отключений электричества в истории США. Многие дома также на несколько дней остались без питьевой воды, когда электросеть Техаса вышла из строя на фоне сильных перепадов температур. И тогда же повысился спрос на отопление. Ранее в этом месяце власти Техаса говорили о 57 погибших. Там же в этом штате постепенно нарастает кризис и на южной границе. Число семей, задержанных пограничниками при незаконном пересечении рубежей, в феврале выросло почти втрое по сравнению с предыдущим месяцем. И составило около 19 тысяч человек. Задержанных мигрантов из Центральной Америки принудительно отправляют обратно в Мексику. Их там уже негде, к слову, размещать. Мы до сих пор не знаем, где будем ночевать. Я пришел сюда со своим ребенком и пребываю в полнейшей неопределенности. Ранее в этом месяце мексиканские власти демонтировали раскинувшийся лагерь мигрантов в пограничном городе Матаморос, после того, как американские чиновники разрешили большинству обитателей этого палаточного городка пересечь границу с Техасом. Но демонтаж временных сооружений оказался как минимум преждевременным. Люди в мексиканские города продолжают пребывать. Из-за политики властей Соединенных Штатов поток беженцев в наш город значительно увеличился. В среднем по меньшей мере 100 человек в день пытаются пересечь границу нелегально. Не менее 40 возвращают к нам сюда обратно. Мы понятия не имеем, кто эти люди, какой у них эпидемиологический статус. У нас нет наличия ни одного медицинского протокола. Напомним, пункты пропуска на южной границе США до сих пор закрыты для подавляющего большинства просителей убежища. Действительно, кризис увеличивается. На самом деле, его же кризисом даже не называют. Такое слово табу. То есть можно называть как угодно, но нынешние, сейчас правящая партия, это демократы, они не называют это кризисом. Насколько мы знаем, даже блокируют попытки республиканцев назвать это законодательно как-то так. Но это слово, у нас вообще в стране свобода слова. Я не думаю, что это слово является табуированным. И почему бы нам, например, не посчитать, что там действительно творится нечто невообразимое, потому что на границе скопилось огромное количество людей. И мы уже говорили, называли цифру, приводили, в пример, около 100 тысяч. В феврале пограничники задержали около 100 тысяч мигрантов на границе. Это много очень. И такого не случалось более 15 лет. И сейчас вот как раз идут дискуссии по поводу того, что же делать с этим количеством мигрантов, что с ними делать. Потому что местные центры не справляются с таким наплывом людей. Плюс вот эта проблема несовершеннолетних детей, которые проникают через границу без сопровождения взрослых. И их тоже нужно распределять по приютам и находить им спонсоров, либо находить их родственников на территории США. По закону они должны оставаться в спецприемниках до 72 часов. Или 72 часа ровно. Но, естественно, и в связи с пандемией, и в связи с большим количеством детей невозможно выполнить это условие. И, конечно же, местные власти Техаса также не справляются. Потому что они вынуждены каким-то образом реагировать на то, что происходит на границе. И уже назревает конфликт. Конфликт между Южными Штатами и Белым Домом, и Вашингтоном. Так что вот к этому кризису, не побоюсь этого слова, прибавилось еще и недовольство властей Южных Штатов. Пограничники, как мы вчера говорили, пограничники решили проявить инициативу. Хотя, говорят, инициатива наказуема. Но, тем не менее, пограничники решили действовать самостоятельно. Они решили подключить авиацию. Естественно, конечно же, проинформировав начальство и получив, наверное, все-таки добрямс. Пограничники решили привлечь авиацию и посадить людей в самолет каких-то. Я не знаю, как они будут отбирать, кого туда вот, значит, я не знаю, при помощи, как такое достаточно слово, когда... Транспортировать. Не транспортировать, а вот... Есть хорошее слово, которое было в фильме Транспортировать. Как-то так оно было, но, естественно, сюда не... А вот, кстати, давай его и применим, действительно, потому что ситуация выходит из-под контроля. То есть прямой перевод – это отправить куда подальше очень быстрым образом, чтобы глаза не видели. Одно время поклонница сериала «Доктор кто», и вот там тоже человек путешествовал во времени, доктор путешествовал во времени, тоже употреблял это слово такое достаточно, когда ты там через несколько минут можешь оказаться в совершенно другой эпохе. Но здесь не получится привлечь какие-то потусторонние силы для того, чтобы кто-то, как кто-то, обладающий какими-то сверхъестественными способностями, взял и эту ситуацию разрулил. Такого просто не бывает, и пограничники решили, что часть мигрантов они смогут перенести, перевезти на самолетах на северную границу. И вот тогда уже, конечно же, придется говорить, разговаривать и коммуницировать с канадскими властями. А между прочим, канадские власти, в частности, премьер Джастин Трюдо, затаили обиду на администрацию Байдена, потому что Байден запретил Кистоун-Эксел, трубопровод Кистоун-Эксел. Рабочие места потеряны, Канада разобижена на нас, и не знаю, пойдет ли она на какие-то уступки, и примет ли или будет ли размещать на приграничных территориях вот этих мигрантов. Это вполне исключено, потому что в 2021 году, а 2021 год только сейчас начался, и мы понимаем, что в 2021 году очень много существует каких-то еще незаконченных статистических данностей, но кое-какие промежуточные итоги вот этих нескольких месяцев они не могут не удивить. И они, конечно же, относятся к Канаде. Так вот, Канада стала мировым лидером по числу лиц, которым было предоставлено убежище в 2021 году. То есть Канада принимала людей даже в тот момент, когда весь мир сидел на замке, и даже в тот момент, когда границы не открывали некоторые страны своим же гражданам. То есть мы знаем, что даже такие прецеденты были. Вот Канада в этот момент к себе забирала выходцев из других государств. И вообще, в принципе, ежегодно это североамериканское государство принимает порядка 30 тысяч человек. Это вот у них такая квота существует. И в то же время, собственно, вот это вот североамериканское государство стабильно входит в первую мировую десятку по основным показателям качества жизни. Поэтому понятно, что статус беженца в Канаде дает определенные преимущества, и много кто хочет его получить. Ну и действительно, там, на самом деле, примерно тот же самый набор. Это расово-этническая принадлежность, религия, политубеждение, сексуальная ориентация, принадлежность к определенной социальной группе. Это вот то, что в Канаде, как в США, как в других странах рассматривается поводом для того, чтобы человека признать беженцем. Но при этом, что любопытно, и мы должны понимать, действительно, просто исторически так получилось. И, ну, тут не знаю, плохо, это хорошо, просто данность такая, что Соединенные Штаты — это самая близкая благополучная сторона к странам Центральной Америки, и территориально до нее добраться куда быстрее. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки все эти люди не сильно понимают, куда они идут, и они не очень понимают, как это будет. То есть они знают, что есть такая Америка. Америка — это страна, в которой, как во многих странах полагают, что все идеально, прекрасно и чудесно. И, видимо, сравнивая это со своими условиями, в которых они до этого находятся, конечно же, их выбор падает на Соединенные Штаты. Но если к этому вопросу может подключиться каким-то образом Канада, то, наверное, хуже от этого не станет точно ни Канаде, ни США. Потому что Байден, вроде как, объявил такую политику открытости для мигрантов. Но мы видим, что основные какие-то вещи, которые с точки зрения безопасности границ были реализованы еще предыдущей администрацией, администрация Байдена не спешит менять. Это, опять-таки, протокол, который позволял пограничникам при задержании человека на их глазах нарушившего границу моментально его обратно выдворить на территорию соседнего государства. Мы, собственно, это сейчас видели, что Байден заявил о политике, мол, мы меняем полностью, пересматриваем отношения к иммигрантам. И сразу после этого случилась вот эта вот проблема, не проблема, я даже не знаю, как это назвать, с пограничными городами Мексики, в которых, собственно, мы показали в эфире этот синхрон, мэр жаловался о том, что все прибывает, прибывает. Мы тут вообще как бы прибывает, вы их депортируете, а нам их девать некуда. Поэтому, действительно, может быть, переговоры с Джастином Трюдо, они бы помогли бы каким-то образом решить ситуацию. Но я все-таки пока, пока я не вижу, чтобы каким-то образом с Канадой этот диалог кто-то даже пытался проводить или хотя бы начинать. Это просто на уровне идеи самый очевидный вариант, который может быть. Но мы не видим сейчас никаких официальных заявлений, мы даже не видим никаких признаков, будучи журналистами, что какая-то подобная работа ведется. То есть перебрасывать людей с южной границы на север Соединенных Штатов, оно, в принципе, понятно почему. Потому что некуда селить, некуда девать. Но, опять-таки, идет речь о том, что будут перебрасывать именно на север США, но не на юг Канады. Потому что север США – это юг Канады рядом. И тут, соответственно, никаких других вариантов пока, ну, то есть, в принципе, мы не видим. Единственное, что нынешняя администрация, которая состоит из демократов, она приняла такое принципиальное решение о том, чтобы объекты, находящиеся в видне совершенно других служб, переориентировать под нужды тех, кто прибывает из стран Центральной Америки. Опять-таки, речь идет про военные базы. И если на военных базах будут селить тех же самых эмигрантов, то возникает сразу много вопросов, как будут функционировать эти базы, нарушится ли от этого как-то обороноспособность. Потому что мы знаем, что на военные объекты вообще гражданских-то не очень пускают, а здесь еще гражданских с другим паспортом. Там о детях речь идет, о несовершеннолетних детях. Мы говорили, что Пентагон уже разрешил размещать несовершеннолетних детей, которые пересекают границу с Мексикой без сопровождения взрослых, на базах своих военных. Там специально на пустыре сейчас построили такое общежитие барачного типа. И вот там будут размещать этих детей 16+, что называется. Конечно же, никакого доступа к военным базам, к военным объектам у них не будет. И за этим будут строго следить вооруженные охранники и все те, кто работают в Пентагоне. Но проблема остается. И, конечно же, очень многие ждали вчера от президента, что он каким-то образом, полунамеком, или, может быть, прямо заявит о том, что делать дальше с этими мигрантами, которые почувствовали, почувствовали, что администрация Байдена настроена достаточно гуманно по отношению к ним. И вот почувствовали этот запах американской мечты и потянулись, как, скажем так, мухи на мёд, вот, в общем-то, к этому всему, к этой границе. Конечно, их осуждать нельзя, потому что очень многие, когда они подходят к границе и пытаются перейти, они наспех на коленке практически рисуют плакаты. «Меня позвал Байден». Вот так вот. И предъявляют по граничкам вот этот плакатик, нарисованный от руки, наспех и там порой с ошибками. И вот они, плюс ко всему, существует проблема контрабанды людей. Об этом, конечно же, и Трамп вот сейчас в последнем интервью Fox News заявил, что при нас-то, дескать, было всё хорошо, мы стену построили, 500 миль стены, и у нас не такой наплыв был мигрантов. Да, люди стремились к границе, да, они переходили, но мы активно боролись и с наркотрафиком, и с контрабандой людей, и с тем, чтобы этих людей, которые пересекают границы, отправлять в ту же Мексику. Был же договор с Абрадором, да, если я не ошибаюсь, потому что Абрадор обещал вот этим мигрантам работу и обещал какие-то временные условия, содержание временное, даже какие-то, даже какой-то пакет, если я не ошибаюсь. Ну, они должны были работать на территории Мексики. Так что, вот мне кажется, сейчас в нашей стране это одна из самых животрепещущих проблем. Так что с экономикой разобрались, плюс ко всему Байден планирует выделить ещё 3 триллиона долларов. Ну, а вот граница... Проекта в тьма, но только пока никто не думает, как решать вопросы с границей. Ну что же, мы переходим к следующей части пульса дня. Адвокаты Алексея Навального всё-таки смогли попасть в колонию к своему подзащитному, куда их активно до этого не пускали. Как обстоят дела с состоянием здоровья лидера российской оппозиции? Поговорим об этом после короткой паузы.